добрый вечер мы завершаем сегодня я очень рад всех видеть мы завершаем сегодня наш долгий цикл уроков по книге Равкука урод от шива если насколько я помню исправьте меня если ошибаюсь текст который есть в моей книге мы весь закончили нам осталась сейчас небольшая песня небольшой стих который есть у Равкука в книге урод от шива в других изданиях не в моем издании и мы немножко обсудим сделаем такой завершающий заключающий урок от шиве иудаизме в общем-то идеях которые уже встречались у нас немножко грустный урок потому что мы заканчиваем но с другой стороны это хороший урок потому что мы начинаем что-то новое мы переходим на к изучению эссе Рава поколения мама радор ну а сегодня мы заканчиваем в общем-то фундаментальную можно сказать книгу на тонкая по объему но она очень важная по содержанию урод от шива давайте приступим к начнем с текста обсудим его и потом посмотрим как бы дальше и так стих короткий очень вот нас тут помещается на страницу у это покаяние вот покаяние родился ли ты уже если на небесах еще хранить там душа твоя сокровищница жизни спустись скорее и про буддист во время услышать все удрученные сердцем вне уют все глухие все глухие дух звучание твои струн и вернуться к жизни и вернуться к жизни вот интересно я себе представлял вот такой вот шиву не через поэта Рав предлагает через поэта то есть поэт он обращается как-то более напрямую то есть я работаю в основном через разум а поэт работает видимо напрямую с душой он более у него более прямой канал связи именно с душой с чувствами и с душой и может это в том числе то чего нам немножко не хватает что мне здесь важно как всегда урава я считаю слова это одно из способов понимания текста которые как бы я пользуюсь особенно когда текст сложный я смотрю кое слово появляется у нас больше чем другие там или одно из основных слов и это уже дает какое-то направление так у нас здесь дважды слово жизнь душа твоя хранится там в сокровищнице жизни и вернуться к жизни в конце чего это жизнь это расходится с нашим интуитивным представлением ну по крайней мере моим что чува это не совсем жизнь это то что правильно делать это то что нужно а жизнь немножко страдает я бы хотел жить так и так но вот тут нужно быть человеком все таки а не скотиной и поэтому приходится вести себя как человека заниматься душой но жизнь это преуменьшает и мы научили что чува как часть своего пути в начале действительно преуменьшает единственное что что мы подчеркивали что это не полная не цельная чува это это этап чувы который призван и признан прийти чтобы дать нам возможность жить в конце концов полной жизнью застрять в этапе чувы который уменьшает жизнь это неправильно мы проходим через уменьшение жизни по дороге к увеличению жизни по дороге жизни я хочу немножко вот эту вот идею про жизнь попытаться приблизить для себя и для всех остальных потому что в общем то очень просто видеть иудаизм иудаизм как одно большое нельзя кто распадается на много маленьких все наши законы аллахот этого нельзя и того нельзя и как бы это противоречит жизни дышать полной грудью получать удовольствие тоже по полной программе сам реализовываться вроде да я хочу зачитать из другой книги отрывок предложения которая меня вообще не знаю вынесла из равновесия я его зачитаю нет у меня сейчас переводы я его зачитаю на иврите переведу и мы его обсудим радость говорит в общем про величие народа Израиля итак мусар ишпану рав баулам в инену нехуним леашпия ему гамкин онек в хаимра на ним мы много морали повлияли на мы повлияли на мир с моральной точки зрения что мир от нас перенял много морали а теперь нам нужно в дополнение к этому также повлиять на мир со стороны он их удовольствие и жизнь бум по крайней мере для меня давайте сперва разберем это предложение ну логически до сих мы сделали первую часть работы небольшую мы мораль мораль мы ну ишпану как это повлияли на мир тем что дали миру мораль а теперь нужно сделать большую серьезную работу окончательный этап повлиять на мир чтобы он получил утонченное удовольствие даже он их так-то давайте переведем и жизнь не знаю мне это разрывает голову бум да еще раз мораль это что-то такое оказывается подготовительный этап а окончательный этап это утонченное удовольствие жизни видимо если мы хотим подойти к жизни нам действительно нужно сперва мораль иначе никак а теперь что такое же жизнь обратите внимание вот да сейчас я подумал вот на уроке когда я это преподавал мне сказали ну жизнь понятна как сказано в Торе выбери жизнь это Тора и заповеди жизнь из простого понимания этого этого стиха урава этого предложения ясно что это не Тора и заповеди потому что это влияние которое мы влияем на весь мир и на весь мир это понятно не влияем заповедями которое только мы обязаны делать и Тора которая также как бы дана нам что это за жизнь ну ну давайте так до сих у нас было то что пища трав от сих и дальше мои личные спепуляции вы мне простите а что такое жизнь да это жизнь по простому только чем занимается иудаизм иудаизм занимается единой картиной мира как вот предложение которые здесь были которые не прочитал верам говорить что от нашего наследия мы не можем взять что-то одно и поставить его как самостоятельную сущность и точно так же мы не можем взять что-то одно его выбросить или забыть мы должны взять все единым взглядом и вот этот взгляд он дарит нам жизнь полную и не только нам но и всему миру здесь я попытаюсь принести привести пример пример у нас сегодня вот да мы посредине войны сейчас да в Израиле сейчас война и с Хизбалой на севере и с Хамасом на юге и видимо скоро будет с Ираном в мире тоже есть сегодня как бы война цивилизации есть западная цивилизация и с Восточной давайте возьмем пример западная цивилизация она освещает личность конкретного человека и с помощью этого она ей удается процветать когда каждая личность ему плевать на общество он занят собственной реализацией все общество оно выигрывает человек это зарабатывает много денег реализуется сам полностью государство получает свои налоги и все довольны мы имеем развитое продвинутое государство в чем проблема 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 то есть и вот соответственно заточка у нас идет на личность на человека я личность я индивидуум и меня интересую я моя семья можно и что мы видим насколько люди счастливы от такой жизни так себе так себе количество депрессии количество самоубийств количество людей которые несчастны оно гораздо больше чем количество несчастных людей которые жили в гораздо более тяжелом и также это общество оно с трудом может противостоять какой-то допустим потерям личности человеческой она очень цена сложно против сложно противиться серьезной войне жертвам потерь на себе другое общество которое как это называется оно общины строить как коллективные 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 да 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 сейчас я как раз подбираю подходящее слово да общество массорати как это сказать традиционное традиционное да общество что там да что там там мы имеем наоборот у человека есть принадлежность чему-то большему чем он он чувствует принадлежность к народу к истории которая гораздо больше чем его жизнь он прикасается в чем-то к вечности к чему-то большому и великому это общество которое может выдержать большой уровень потерь в войне допустим оно гораздо менее развито и личное самоощущение самоощущение там подавляется так или иначе есть серьезные принципиальные минусы в каждой из двух этих систем в каждом из двух этих типов общества что мы имеем в Израиле в Израиле мы имеем пример общества которое с одной стороны полностью западное с когда не любят когда государство лезет тебе в карман лезет тебе о чем ты думаешь лезет тебе в кровать говорит тебе что делать и что думать когда это общество это общество развито это общество современное и так далее с другой стороны это общество как общество оно ощущает свою принадлежность к чему-то большему и тут есть как бы обе эти половинки и они находятся в каком-то очень интересном равновесии когда обычно они одно за счет другого работают у нас мы умудрились в нашем государстве которому как-то без года 70 лет без года неделя сделать равновесие между этими двумя противоположностями и что мы находим в этом равновесии жизнь и после того как мы это находим мы можем это дать мир плюсы от этого и плюсы от того и так можно пройтись по многим областям и понятно что мы на сегодня еще как-то мы в движении это все еще только реализуется как-то развивается мы как бы живое общество со своими кризисами и проблемами еще у нас будет у нас их есть у нас все будет много но это пример что когда иудаизм в конце в конце концов говорит про объединение качеств про то про равновесие разносторонних подходов это жизнь потому что когда я беру какую-то одну силу один подход и кроме него ничего не вижу в конце концов в такой или иной подходе я прихожу к смерти так или иначе когда мы воспринимаем мир в единстве в его божественном единстве мы получаем жизнь по-настоящему как это на еврейте аль-мале полноценную полную полноправную бурлящую настоящую жизнь еще пример рождение детей допустим да тоже сегодня западной мере когда ты индивидуал на сегодня тебе рождение детей это очень сильный очень сильная ноша которая тебе в общем то ничего особенного положительного не дает опять-таки традиционного общества еще много рожают но уже тоже не так много западное общество не рожает совсем в израиль странное западное общество или не совсем западное где много рожают рождение детей связано прежде всего с оптимистическим взглядом на жизнь и на будущее и таких примеров можно приводить и приводить то есть я хочу сказать что жизнь извините Натан ты это конечно правильно совершенно связано с оптимистическим взглядом на жизнь но это таким образом связано с традиционным общинным взглядом когда у тебя есть что-то помимо твоего индивидуального стремления желания потому что оно очень почему так получается что ты сам говоришь что там депрессии и и прочие проблемы западного общества потому что личные стремления насколько они глубоко в нас не сидят они все таки очень сильно ограничены когда у тебя есть что-то помимо этого ради чего тебе хочется жить или не обязательно идеал и не знаю как это назвать ну вот присоединение ты чай в чего-то большего чем ты да 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 то есть это это дает тебе какое-то пространство жизни гораздо больше и и это наполняет оптимизм я думаю то есть это надо как-то связать потому что ты сказал оптимизм а как ты связан с предыдущей я согласен с вами я согласен с вами полностью к чему к чему я хочу перейти к тому что жизнь у Рав Кока и на протяжении нашей книги и здесь и в нашем стихе и то что я сейчас привел как это не нужно мудрствовать лукаво и придумывать и пытаться понять что Рав имел ввиду Рав имел ввиду жизнь по-простому я просто пришел и привел что полная жизнь действительно по-настоящему жизнь чтобы жить полной грудью нам обязательно нужен еврейский взгляд объединение всего как бы взгляд единства на мир и не только взгляд но и реализация этих принципов в жизнь соответственно это возможно как мы уже говорили не раз и не два только в земле Израиля когда народ Израиля возвращается к жизни и дарит и может дарить жизнь соответственно всему миру соответственно чува это тоже обязана вернуть нас к жизни и если чува забирает нас в конце концов жизнь или радость жизни или часть этого это неправильная не та чува несмотря на то что чува своим этапом да имеет этап когда уменьшается жизнь но это уменьшение жизни ради ее увеличения как допустим не знаю как операция у хирурга чтобы человека вылечить мы его усыпляем отрезаем зашиваем это все уменьшение жизни с тем чтобы увеличить ее тоже самое у нас чува мне вот как-то вот в этом направлении хотелось бы завершить нашу книгу что чува это жизнь это дорога к жизни может быть ну я остановлюсь здесь и я хочу дать вам как вы себя чувствуете на протяжении всего нашего учеба все наши учебы по поводу отрыва который мы учили по поводу людей которые сказали все книги которые мы выучили мы уже несколько лет учились по моему года три если не четыре мы делали отступление по ходу мы учили обширные отрывки из других книг рава я благодарен всем тем кто прошел со мной не короткий путь но я хочу как всегда послушать теперь во первых огромное спасибо тебе за эту работу огромное и я надеюсь что там смотрят еще в других местах не только непосредственно в зоне трансляции смотрят смотрят хотя я не участвую в прошлом году не смогла участвовать в этой теме надеюсь что в этом году у меня пока получается и это было бы прекрасно что-то Мамара Дор это было бы очень важно вообще и перевести и обсудить вообще я думаю надо рекламу в разных местах поставить когда начинают что-то новое всегда есть возможность найти людей которые в этом заинтересованы и присоединяются это жалко что мало не так возможно здесь постоянно присутствуют ну я думаю еще достаточное количество людей смотрят на YouTube это правда еще где-то это правда потому что у всех свои какие-то ограничения вовремя не всегда удается это не то же самое по всяким раз в неделю такое это самое такое это да это раз в неделю это самое немножко сложно но с другой стороны у меня тоже есть мои ограничения я думаю мы это я думаю мы с Андреем начнем не гуманиту может быть в это же время через был так прошлый раз по-моему да было у вас был вторник у вас вторник у нас у меня да я просто я так не успеваю сдать свои обязанности в университете и поэтому не могу начать хочу начать это это мои наши личные два и главное я хотел сказать огромное спасибо я недавно я присоединился недавно но я стараюсь не пропускать уроки но я иногда работаю трое суток дома потом сутки на работе поэтому когда меня нет будьте уверены что я скорее всего работаю чем просто не пришел на урок потому что я вот как голодный жадный мне вот еще хочу еще хочу слава ашему за это потому что я же ведь не мог бы себя заставить если бы у меня этого желания внутри не было мне ценный каждый урок но я в этот день мог работать и не пришел бы на урок поэтому когда меня нет знаете наверное анатолий на работе потом посмотрю видео по ютубу ну возможно приду на живой урок можно посмотреть с самого начала в начале очень важная вещь я так и делаю я просматриваю было было такое что я смотрел от последнего к первому а потом было наоборот от первого к последнему потому что что-то зацепило и я хочу знать а что было до этого а до этого а что еще было да да ну ну вот я честно скажу да я я вот я до сих пор Митлаев я такой Митлаев не первый раз я это вижу когда я вижу такие продолжения меня выбивает как это все ну вот человек который видит очень далеко и не каждый может это осознать его видение оно не вмещается там вот это ощущение которое ты описываешь это ощущение то что ты понимаешь что это больше твоей головы больше твоего понимания больше способности осознать а некоторые так сказать пытаются это ограничить своим пониманием тогда понимаешь я хочу сказать да вот это это что-то большое откусите от него кусок который он может откусить у него нет такого выдушевления он просто откусил маленький кусок от этого большого это совершенно другое другое восприятие может быть как-то связано с индивидуализмом и смотрите это естественное мне кажется путь понимания что первым делом мы пытаемся выразить все новое что мы учим в терминах того что мы уже знаем а вот вторым этапом когда получается человек понимает что это не выражается он продвигается и ему нужно строить и это ему больно и неприятно потому что он сейчас перестраивает то что он знает впихивать туда что-то новенькое и так далее это все трясется а у него же такое было красивое плотное здание внутри как бы а теперь что-то что туда не влазит и не выражается теми понятиями которые у него были и и вот когда человек то есть это то есть наша думалка она очень ленивая потому что очень дорогая она очень дорогая наш мозг на автомате обрабатывает огромное количество информации он очень дорогой думать дорого думать ты устаешь поэтому я вот сегодня устала у мозга у нашего есть тысячи путей как это сделать то же самое не дум поэтому когда мы получаем какое-то знание первым делом мозг не напрягается пытается выразить то что у нас есть нормально но тот момент когда мы понимаем что это не выражается это открыл Америку где-то там в Нью-Йорке на крыше смотрю тут же наш канал только немного пошире и повыше маяковского писал да ну вот так ну вот да то есть ну когда когда ты понимаешь что красивая эта картинка которая я более того скажу мы это учили но я это переведу опять потому что тоже это обожаю Раф Кук обсуждает вопрос почему люди не любят примитивное грубое мировоззрение на более высокое утонченное да вот так вот скажем и он отвечает что человек на основе своего мировоззрения строит следующий этаж своей морали у него естественно ощущение что если он начнет перекладывать фундамент то второй этаж вся его мораль рухнет и он не может себе этого позволить поэтому держится зубами и когтями из-за своего мировоззрения даже если оно примитивное и грубое ну да ну да если так то все позволено да это мы встречаем с этим люди бывает такое когда он выходит из своего прочного мира внешний мир ну не хочу проводить примеры и человек вдруг решает что если так то все позволено если я уже не так и поэтому как бы очень сложно действительно сложно дотронуться до чего-то и человеку менять мир опять-таки мозг услужливо говорит а на самом деле ты не поменял свое мировоззрение мы тут немножко подвинули немножко подвинули немножко подвинули а потом немножко они могут складываться и в какой-то момент приходится пересобирать это заново опять-таки когда это мудак ты понимаешь что происходит может быть можно быстрее помочь себе искать ничего страшного ты не обязан ты можешь построить свой свою мораль на более лучше более утонченным более продвинутым фундаменте тем тем что он стоит потому что ты поменяешь свое мировоззрение тебе не обязательно отказываться своей морали это как бы подспудное то что человека держит за его прошлые как бы вот знания не дает ему поменяться и это тоже относится конечно к чуле тут ты можешь себе дать возможность продвинуться это очень серьезно и в смысле грехов тоже может продвинуть вперед изменение мировоззрения изменения взгляда на мир это очень что-то сильное что может продвинуть и в том числе в общем то это чула это безусловно чула вы знаете вот в моей жизни так получается я только про себя говорю бывает что я какие-то вещи переживаю не знаю как мне быть какой найти ответ захожу на урок а там ответ меня поджидает и это настолько часто очень часто просто очень очень часто удивительно просто не знаю как быть что мне делать как поступить все захожу идет урок там все ответы прямо тебе на блюдечке преподносят ну я вам скажу это самое давайте так воспринимайте то что я скажу как полусерьезные полушутки хорошо всем новеньким выдается кредит о да это я тоже хотела сказать точно да я через это проходил в общем то есть да точно поначалу все так вдруг складывается просто чудесно а потом оказывается что все сложнее это ничего это чтобы у нас были силы половина в начале выдается корзина абсорбции не кредит в начале выдается корзина абсорбции ты летишь у тебя идет ты получаешь ответы у тебя воодушевление через год полтора-два не важно через сколько через какое-то время все начинает идти с трудом становится плохо и туго корзина абсорбции проем теперь нужно самому работать ну через десять лет было бы неплохо а не через год через сколько не важно то есть это надо набраться силы и идти дальше ты понимаешь что что это я даже не знаю что сказать это работать надо мы хотим своими силами работать надо потому что это для того чтобы подняться на следующий этаж нужно по ступенькам до этого тебя довезли как там какое-нибудь восхождение на Эверест там допустим тебя еще на самолете могут доставить да а дальше уже придется ногами добыть за то что ты решился подняться на Эверест тебя на фуликуне на фуникулере поднимут первые две тысячи метров а потом ножками да как-то так да ну спасибо спасибо за то что спасибо вам и если нужно где-то в фейсбуке публиковать через две недели я думаю нужно давайте как бы потому что в общем то через две недели мы все начинаем я только не знаю можно ли я не знаю можно ли публиковать конкретную ссылку я поставлю ссылку на может быть на этот чат я не знаю потому что я иногда рискую и ставлю в фейсбуке ссылку на на свой зум но один раз не очень давно тоже тут пришел и хулиганил ну это было давно наверное полгода назад но никогда не знаю что можно ли поставить ссылку фейсбук может быть в личном плане я скажу что вы обращались в своих дам Виктория да да я жду когда вы увидеть меня хотите да так давно не видели да вот я просто без зубов я ставлю себе зубы поэтому я картинку все таки уберу мне я хочу послушать вас мы вас на вас еще посмотрим ну дел нажимаем это точно но я через такие мучения уже возрастное но не суть дело в том что за столько времени я так изменилась я совершенно у меня поменялся взгляд на жизнь у меня поменялось восприятие людей я избавилась вообще от таких отвратительных вещей как критический взгляд на людей то есть только с критикой я имею ввиду с негативным то есть выискивание плохого я немного научилась видеть зерно в людях положительное другому подходу не знаю у меня изменилось и вот этот вот путь он действительно сначала фуникулер ты просто летишь ты окрылен весь мир тебе в помощь там сразу и люди другие и глаза у них какие-то ясные вокруг когда ты начинаешь потом сложный этап действительно тоже есть когда какой-то трясучка такая в голове сумбур в жизни все плохо не пойми что делать а потом все это устаканивается и жизнь становится приятной спокойной ты учишься удовольствие от нее получать действительно вот вот это жизнь действительно потому что вот как-то у тебя так получается у тебя мозг уже по-другому работает и ты можешь и негативное в позитив автоматически вывести и можешь легко не осуждать кого-то ну не кризисные случаи а когда ну вот не надо это осуждать можно со всех сторон все становится объемным я бы так сказала больше сторон у всего появляется все не однобокое все такое не знаю разноцветное все действительно жизнь поэтому у меня других слов нет это жизнь действительно потому что путь у меня был очень долгий получается и я так рада что я его начала что я его проходила и вообще прям не слов проследила чуть-чуть мне очень очень приятно спасибо вам огромное и вам не хам еще огром да вообще просто всем огромное спасибо за и Раву Кука и за Маниту и действительно вот эти ответы когда ты в растерянности кстати со временем ты все меньше и меньше в растерянности пребываешь но действительно когда непонятно и прям раз и урок действительно какие-то ответы есть это видимо со всеми происходит это чудо это чудо которое надо иметь в виду оно очень помогает воодушевиться идти дальше мне очень приятно что я это не бросила что я пошла вот дальше я прям я в восторге ну большое спасибо я тоже в восторге честно вроде же взрослый мальчик но тоже я восторгаюсь это самое вирусит ноника что это интересно я просто сам тоже летаю и до сих пор и благодаря вам тоже как бы очень приятно что я прихожу есть слушатели есть люди есть кому-то кто-то кому-то интересно хорошо большое спасибо за долгий совместный путь с До свидания и до следующей встречи. До свидания. До свидания. Всем всего хорошего. До свидания.